Эти вот выступления, они убьют любую конференцию, судя по тому, что я вижу. Это как любовь по интернету, никакого эффекта. Ну, неважно. Михаил, он нормальный русский... Можно не короче, что... Да, нормальный русский ведущий. Это на Катю было настроено, поэтому вы понимаете, да? Значит, он сначала иностранцев пропускает, о которых рассказывают какие-то вещи. А я директором давно работаю. В 95-м году меня избрали. И слышал все это, все эти прогнозы. И про биотопливо, что все в ближайшее время не будет никакого нефти. А потом выяснилось, что биотопливо оказалось никому не нужным. И сейчас совершенно другие тенденции. И тут тоже вот эти все прогнозы. Но если уж брать то, что я слышал, то потепление в мире в плюс сыграет Россия, на самом деле. И мы станем более конкурентоспособными. Ну, сначала не об этом. У нас есть какая-нибудь презентация? Запустите? Так, для эффекта. Она говорит, а что такое совхоз имени Ленина? Совхоз имени Ленина – это крупнейший производитель земляники в России. Когда мне вчера вечером на прекрасном мероприятии под названием «Фуршет» задали вопрос, зачем вообще корову, я сказал, знаете, для навоза. Действительно, 25 лет назад совхоз производил 2,5 тонны из коровы молока. И главное был навоз. Сейчас мы производим 10 800 литров на корову. Данил Дмитриевич тут достаточно известный в узких кругах животноводов человек, который дал мне такую справку, что мы 21-й по 2019 году в списке лучших хозяйств с точки зрения производительности. Мы входим в десятку лучших по кормам в России. И у нас есть одна тёлка. Правда, Штефан Дюр нас опять обогнал. Первая и третья тёлки в рейтинге по геному – это Штефан Дюр, Эконива. А вторая – мы, тоже приятно. Хотя на самом деле 1100 голов скота, из них 500 дойного стада – это не так уж и много. И я сразу вам скажу, я противник агрохолдингов, причём категорически на протяжении долгих лет. Я считаю, что агрохолдинги убьют в конечном итоге всё сельское хозяйство и особенно сельские территории в России. Но это об этом потом. Если говорить о том, что мне тут Мищенко, он же такой, он дал мне тему. Сейчас я её прочитаю, как она называется. «Главные препятствия восстановления российской индустрии и способы их преодоления». Он считает, что будет восстановление российской индустрии. Хотя сам показал на слайде, что когда-то было 50 миллионов голуб скота, а сейчас 9, да и то, наверное, 8. 8, потому что там ещё и завалялись эти мясные породы, мироторг, где-то около миллиона. Но это на самом деле вообще вся статистика, на мой взгляд, такая очень лукавая. Тем более, что, например, Мищенко считает, что мы завозим 4,2 миллиона тонн молока, а Белов считает, что 6,8. И недавно совершенно спокойно он об этом говорил. Поэтому тогда все показатели, в том числе продовольственной безопасности, летят в тартерары. Я сейчас попытаюсь с вами вместе разобраться путём опроса. Знаете, тут такая вещь интересная. Давайте я вам задам вопросы, на которые вы ответите. Если да, то поднимайте руку. Кто использует из вас для дойки российские аппараты доения? Поднимите руки. Нет никого, смотри. Кто использует для кормления, для производства кормов только российскую технику? Вот, например, я когда в своё время работал на заводе Ухтомского в 1978 году, я там токарем работал. Кто-нибудь знает, что такое завод Ухтомского? Это крупнейший в Российской Федерации, ну, в Советском Союзе был завод, который производил кормозаготовительную технику. Косилки, комбайны, пресса и, ну, в общем, многое другое. Что-то тоже никого я не вижу. Кто использует семя российских быков? Причём рождённых в России. Поднимите руки. Кто считает, что государственная политика в сфере сельского хозяйства, особенно в животноводстве, она адекватна и соответствует увеличению производства? Поднимите руки. Кто считает, что государственная политика адекватна? Так. Кого из вас устраивает уровень подготовки молодых специалистов, которых мы получаем из этих институтов, которые считаются элитой российской науки? Нету никого? Смотрите. Кто считает, что Меркурий решил проблему фальсификата? Ну, решил проблему. Так. Поднимите руки, у кого нет кредитов, которые тянут вас вниз и в любом случае вы являетесь заложниками этой ситуации. У кого нет кредитов? Вот, один. Молодец. А теперь скажите мне, у кого зарплата выше тысячи долларов, средняя зарплата в животноводстве? Ну, то есть где-то 70 тысяч рублей. Есть такие, у кого зарплата выше? И мы с вами можем заканчивать. Вот это, знаете, как, как сказал Мищенко, я так сказал, это фиаско, бронтан. У нас ничего не получится. Потому что главное это прежде всего кадры. Ну, тут выступали, что вы знаете. Вот я должен как к вам обращаться после того, как премьер-министр выступил в Думе. Жадные молочники. Вы же жадные. Правительство думает о том, что вы жадные. Оно не думает, что жадным является ГСМ, что производители удобрений являются жадными. А я только что прочел, ставропольский руководитель фермерских хозяйств, ну там какой-то председатель сказал, что у нас катастрофа. На 60% за год поднялись цены на удобрения. То есть на 60% что это такое, это означает, что приговор. То есть им нужно было 5 миллиардов, а теперь им нужно 9 миллиардов для того, чтобы подготовиться к следующему сезону. К чему это приведет? К увеличению цен на корма прежде всего. Мы это прекрасно понимаем. Значит, вот эта вот фраза, где маржа. Ну мы же знаем, что маржа не у нас с вами. Она же где-то в другом месте. Все это прекрасно знают. Вот этот бред, который у нас господдержка. Слушайте, ну вообще я считаю, что льготные кредиты никогда не являлись господдержкой. Это не поддержка никакая, просто дали денег взаймы. А потом еще банки, это бандиты обыкновенно, еще и через это могут забрать не только деньги, но и хозяйство. И многие из вас знают прекрасно, как это в интересах других там игроков могут переспределить собственность. И поэтому никакой государственной поддержки нет. Ну, для примера скажу, что какой-то Трамп, когда уходил, потратил дополнительно на сельское хозяйство США немало 33 миллиарда долларов, что соответствует где-то 2,5 триллионам рублей. Вот это господдержка. Но мы же находимся в конкурентной борьбе. Все же там наши иностранные, в том числе партнеры, говорили, что, ребят, вы же находитесь в рынке, поэтому если вам, ну там, европейским или американским фермерам помогает вот так вот, да даже белорусы получают другую господдержку, то вы так или иначе проиграете. Потому что у вас еще одна проблема. Нищее население. Вот обрадовались все, что, значит, Турцию закрыли, все закрыли, у нас здесь все остались. У нас всплеск, ну, скажем так, потребления. А представьте, откроют, не дай бог. А еще хуже, когда откроют границы. И мы окажемся, потому что вот все радуются, за счет девальвации у нас появилась новая возможность для роста. Ну, подождите, это чуть-чуть. Вот скажите, сколько будут стоить запасные части к нашим иностранным доильным аппаратам? Или там, допустим, все эти вот составные себестоимости, на которые мы с вами, к сожалению, не можем найти замены в России. Там, бедпрепараты, ну, в общем, куча всяких добавок и все остальное. Ясно, что мы эти деньги чуть позже отдадим. И государство фактически нас, вот, через премьер-министра сказала, вы жадные, вы умрете, но отдадите все. Вот, поэтому, кто такой пессимист? Это хорошо проинформированный оптимист, да? И у нас последние выступления такие, знаете, как в анекдоте. Выходит, пессимист говорит, как все плохо. А оптимист говорит, да нет, все отлично, будет еще хуже, не волнуйтесь. И поэтому, когда мне Мищенко написал вот это вот, главные препятствия восстановления российской индустрии и способа их преодоления, главные препятствия это государственная политика Российской Федерации в отношении сельского хозяйства. Потому что главная задача правительства это обеспечение доходности сельских производителей. Они сделали все для того, чтобы у нас с вами не было перспективы. Потому что самые низкие зарплаты в сельском хозяйстве. Значит, 3% выпускников наших вузов идут, ну именно аграрных вузов, идут в сельское хозяйство по одной простой причине. Там такая зарплата, что лучше пойти куда угодно даже в Росгвардию, но только не в сельское хозяйство. Поэтому перспективы для молодых специалистов нет. Поэтому у нас с вами нет будущего. Я поэтому, знаете, как я давно работаю, я вот сейчас вот сидел и думал, что когда-то там 25 лет назад я был самым молодым директором, приезжал, слушал всех. Теперь вы меня слушаете в каком-то смысле. Такой я из того века. Я знал людей, героев соцтруда, там, дважды героев соцтруда Кухаря, который был председателем Совета всех колхозов Советского Союза. Мамрова Васильяковича, героя соцтруда, который командовал лучшим предприятием, колхозом Горького, который производил лучшую кукурузу на силос. Монахова, коммунарка. Это были крупнейшие, самые сильные племзаводы, которые производили огромное количество по тем временам продукции. Они не назывались агрохолдингами, но у них были высокие заработки. Все хотели работать в этих предприятиях. Сейчас вот это все, что я назвал, в моем районе. Теперь в моем районе одно хозяйство. Самая близкая ферма к Кремлю – это совхоз имени Ленина. Легче нам от этого не стало, честно вам скажу. Нас это тоже пытаются сожрать. Но если даже слушать Катю Дюра, я очень хорошо к Штефану отношусь, он действительно всю жизнь положил на поднятие, скажем так, животноводства в России, главное, чтобы он остался жив и здоров. Потому что и он оказался в той же ситуации, как оказываются многие. Бандиты, банкиры, если захотят, любого из нас смогут разорить. И никакое государство вас не защитит. Поэтому на этой позитивной ноте хочу пожелать вам главное – здоровья. Потому что мы с вами, конечно, ждем лучшего всегда. Я вот сейчас выступал депутат Госдумы. Она же правильно говорит, хоть и члены Единой России, но она за то, чтобы ограничить рост цен не на нашу продукцию, а прежде всего на ГСМ, электричество, ну там, допустим, все составные так называемых тарифных энергетических компаний, и также налоги. Потому что, еще раз, мы по расчетам Мищенко, мы же 12,5 миллиардов отдадим своих денег за вот это вот налоговое, так сказать, частное учреждение туда. А я вам напомню, что мы же отдали Платону денег, помните сколько, да? Все молоко везет с машинами больше 12 тонн. Потом нам заставили заплатить за Меркурий, и к этому, то есть это ничего не дало, потому что если бы что-то дало это, то мы бы сейчас увидели падение ввоза в Россию пальмового масла. Ну мы же не увидели, там увеличение. Вот, поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я считаю, что мы правильно делаем, что собираемся. Спасибо большое, ну и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.